Всем привет, с вами Ланграф, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. А мы продолжаем проходить Ведьмака. Прибыли мы во флотзам, идем на разведку с тюльпаном и трис. Трещи движения! Придется замочить порты, Ведьмак. Без этого никак. Прыгай! Блядь. Опа! Стеганная кожа. Подожди, а че у нас по снаряжению? О, да к нам вернули. Четко. Это че? Броня плюс 4. Сопротивление к кровотечению плюс 8. Не, ну мое явно лучше. Кому-нибудь впарим. Да хватит уже это меня подгонять. Я старый больной человек. Че, вперед. Отлично. Причем, мы Йорвит опугаться будем? Йорвит, Йорвит. Хороший вид. Так, о, мы можем уровень вкачать. Давайте посмотрим, что есть. Позволяет отбивать стрелы. Такое. Восстановление энергии в бою. Плюс 10. Метать ножи не особо. Давайте вот это вкачаем. Пошли дальше. Ты знаешь, где мы? В лесу? Во флотзаме. Очень смешно. Ты знаешь, кому принадлежит Йорвит. Может, Йорвит? Я знаю о долине Понтера больше, чем ты думаешь. Так, хоть и тюлепан, конечно. И мне известно, что Фолькест отобрал эти земли у Димовенда несколько лет назад. А можно побыстрее как-то бежать, принимал в этом участие. Ой-ой-ой. Так, ну пойдем познакомимся. Нет, давайте три сперед пропустим. Да слышишь ты, ты чего меня блокируешь? Иди отсюда. Это Йорвит. Только не стреляй в нас, пожалуйста. Хватит дудеть. Вернан Роше. Последние четыре года командовал особым подразделением. Служит королю Тимерии. Короля Тимерии больше нету. Лично отвечал за усмирение пред горе Махакама. По твоей воле. Охотник на эльфов. Убийца женщин и детей. Дважды награжден за проявленную отвагу. Йорвит. Самый обычный выродок. Я так ждал нашей встречи. Строил планы, готовил ловушки. У тебя поменьше регалий. А тут, пожалуйста, ты сам явился в мой лес. Ты помог убить моего короля. Король или бродяга, разницы нет. Одним тхой на меньше. Вот что ты такой злой-то, ёпт его мать. Попробуем взять живым, знаешь, подходящее заклинание? Отвлеки его. Мне надо сконцентрироваться. Концентрируйся как бы. Слезай вниз и покончим с этим. Я жду. Ты человек бесчестия, Вернан Роше. Мерзкое насекомое, которое я раздавлю. О, старая эльфская песенка. А ты не заметил, что у нас тут трое? Ведьмак. Знаешь, сколько я видел таких, как ты, годы Хайан Сейтхи. Которые прячутся по лесам. И чем они беспомощнее, тем больше жестокости они творят. Я помог убить короля тараканов. Ты меня называешь беспомощным? Кого таракана? Ты меня еще террористом назови. Ты кого таракан-то нашел? Нет, ведьмак. За свободу нужно драться. Никто ее просто так не даст. Очередной эльфский старец с телом юноши пытается спрятать правду за изысканными словами. Правду? Дело не в расе, да и не в свободе. Даже месть тут ни при чем. Вы здесь только потому, что кто-то очень влиятельный так захотел. Тот, кто вас использует. И неважно, корона у него, волшебная палочка, или он заправляет богатой гильдией. Одно знаю точно. Ни ваша свобода, ни ваши уши его не волнуют. У вас уже была, похоже, история с Нильфгардом. И сейчас она повторяется. Или, может быть, я ошибаюсь? Ошибаешься. Никто больше не будет использовать... Какой же ты наивный. Кого ты хочешь убедить? Меня, самого себя, или твоих лучников, которые прячутся в кустах? Трис, давай! Ну что такое? Ну как так-то? Нормально. Подходи по одному. Если не засалит. Да уж это поможет. Как ты хорошо бровями играешь. Трис, ты в порядке? Прекрасно. Ой. Все плохо. Займись лучниками, они уже близко. No problem. Ой, что ж вы такие... Неугомонные. Что происходит? За жопу только не лапать, понял? Матерьков у нас больше не будет. Так что сваливаем. На корабле? Нет. С той стороны их еще больше. Значит, кораблю пизда. Правильно я понимаю? Убивала пустое и задницы. Ох, ёпт твою мать. Вот и я говорю за задницу. Не лапай. Я заметил. У вас. Меня тошнит. С мечом пободрее. Хоть помру с рукой на прекрасной полке. Да ты охуел, Роше, блядь. Я удержусь. Вперед, пахни. Ой-ой-ой-ой-ой. Плохо, 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 плохо. Что-то их много. Почему он не умирает? Да. Я все упорит. Эй, ребята, у вас там попки, жопки. Что? Мне тут жопку надирают потихонечку. Я, гребаный город. Я. Опа. Я почти поверил, что мы уберемся. Нормально. Трис, барьер исчезает. Трис. Быстрее. В натуре быстрее. Еще немного магии. Еще капельку. Убей их, Геральт. Кого? Кого убить-то? Некого убивать. Белки атакую! О, стражники, стражники, помогите мне, помогите. Ой, иди отсюда. Белка ебучая. Лови огоньку. Все, дошли. Все, убирай свой барьер. Кто сдохнет сейчас еще мне здесь. Нихуя у вас не получилось. Ничего, ушастый, мы с тобой еще встретимся. Вы знакомы? Довольно близко, только он уже не помнит. Да и ты меня знаешь. Потому я и застал его врасплох, когда убивал Фольтестан. Не бойся, эльф. Эльф, я знаю и Геральта, и его слабости. Это ты и так думаешь? Я обновился. Слишком много магии разума. От этого и умереть можно. Ну ты поосторожней. Да, убийца и Йорет. Живые? Вы кто? Вы кто? Значит, вы кто будете? Я ведьмак. Купец-бакалейщик. Бакалейщик, Эмгир, Ван Эмрейс. Купец. Бакалейщик. Не особо ты похож на купца. А это? Добрый человек. Мы чудом избежали смерти. Не пойму, что заехали. Будь любезен. Покажи, где тут можно отдохнуть. Позже мы все объясним, если нужно. Ваша правда. На рынок идите. Может и на казнь поспеете. С мучьяна слешить будут. А, лютика, что ли? И бард какого-то. А краснолюк случайно не золотом? Бордель. Отдохнуть можно. Бордель. Это самое важное. Будь здоров. Так, не пойму. Эхо, эхо какое-то. Хуевенькое. Бакалейщик. Подозрительно. Тебе да? Белки подошли под самые стены. Их сам ерветвел. А эти приблуды вообще кто? Новый уровень. Так, а я могу? Разблокировалась, нет? Нихера. Давайте стрелы отбивать будем. Чё бы нет. Мотар. Это безнад, когда он нужен. Так, куда мне? На казнь? Сначала. Нет, послу... Пошел! Пошел нахуй. О, свинюхи. Ну что, сосед? Пойдешь висельников смотреть? Так, да. Пойдемте посмотрим, что там за висельники. Чё почем? Чё почему? Кого вешают? Кого не вешают? Так, вот они. Золотом, сука, лютик. Вот они, нахуй. Как всегда, блядь. Как всегда, блядь. Желтым. Лютик. Чё натворил это? Прекрасно. Свой агент. Идея есть. Понятно. Импровизируем. Понятно. Мы постараемся. Конечно, без крови. Куда? Какие крови? Геральт! Геральт! Ты здесь! Да, я здесь. Я здесь. Сейчас, не поникуй. Без паники, как говорится. Так, слышь ты. А ну, седой, посади. Сейчас я тебя сажу, ебать. За что их казнят? С виду они не слишком грозные. Так они с белками якшались. Девки скотоельские. А лютик, что тоже эльфский шпион. Ты чё молочишь? А, ну понятно. За что? Барда повесить за распутство. Всё как всегда. Так в приговоре сказано. А приговор, ваш милс-ведьмак, это вам не что-нибудь? Люди! Я раньше не слышал, чтобы в славном королевстве тюмерии дипломатии вешали за распутство. Здесь вы мне не эльфга, а арт. Иди-ка отсюда, Чудной. А то я за себя не ручаюсь. Да, и шо ж ты мне сделаешь? Все бабу людям портит. Может, и Чудной о дело говорит. Я вот тоже бабу потискать не прочь. Так что ж, и меня в петлю тащить? В натуре. Господин Стражник к нам тоже пару раз захаживал. Только без распутства. Ах ты, Стражник. Ах ты, Стражник ебучий. Я пойду. Только скажу, что охота-то у него была. Да вот. Да. Остановите казнь. Теперь когда-нибудь встало, походу. Ифмопэн должен висеть и будет висеть. Здесь город порядочный. А блядям и ведьмакам слова не давали. Слегите, что говорите, господин Стражник. Ведьмаках я не разбираюсь. А вот Горбена, баба порядочная. А ну заткнуть хайло всем. Бунт, бунт, бунт. Слушайте, слушайте. У этого вояки божьим попущением яйца гниют. Захлопни пасть, шлюха. Ты же не станешь бить женщину. Опустили мужика. Что происходит? А, он со мной решил помахаться. Опа. Опа. Давай, напрогиб его. Ой. Ой. Ничего себе, Геральт, чисто Брюсли. Давай, бьем, бьем морду ему. А то он совсем охерел. Ты с кем вообще решил подраться? Давай, полежи, отдохни, подумай над своим поведением. О, минус эльфийка. Слышь, пузатый. А не охуел ли ты? А, еще и его отпиздошить надо, да? Ну ладно, и с этим разберемся. Давай, давай, давай. Пархай как бабочка, жаль как пчела. Давай, эти уже все почки отбил. На нахер, колотил чисто в пол. Как гвоздь. Все, освобождай, друголей. Еще один, что ли? А ты кто? Ты главный у них? Ну, похоже, что-то не обойдется без крови. А, вот главный. Слышла, пауки. Друзей моих отпусти. Докладываю, что... Пошел вон, крушина. Парочку сраных ублюдков встернуть не можете. А ты, стой спокойно и руки держи на виду. На помощи либо в петле висят, либо речи говорят. О, давай, я сейчас задвину. А ты что выберешь? Я сейчас задвину речь. Речь. Казнь незаконна. Правда? Во флотзами закон это я. Да? Я представляю королевскую власть. Вернан Роше. Ах так. Синие полоски. Охотники на нелю. А куда там еще один взялся, я не понял. Именно. Каждый подозреваемый в связях с белками находится под моей юрисдикцией. Вот такие вот дела лысы. Он действительно осужден. Он сжег мою сторожевую вышку. Это тоже в вашей юрисдикции? Я так и думал. Это правда ведь. Так могло показаться. Но я не виноват. Ну, конечно. Отпущу-ка я вора. Спокойно. Я пошутил. Ненавижу воров. Я могу устроить еще одно представление. На этот раз кровавые и без публики. Или мы договоримся? Конечно, договоримся. Дай мне минуту. Даю. Хоть пять. Слушайте все. Наверное, каждый из вас слышал о трагедии, случившейся во время осады замка Лавалетов. К сожалению, это не ложь. Король Фольтест убит. Да. Скорее всего, к этому получили руку с Каетаэли. Что это я сделал? В эти смутные времена даже король не может чувствовать себя в безопасности. Поэтому сегодня на улице Флотзома выйдут вооруженные патрули. К чему ты ведешь? Объявляю военное положение. Ждите указаний. Готовьтесь к бою. Мы будем мстить за нашего короля. Ну, круто. А теперь все по домам. Так, ну хорошо. А с ними что? Казни не будет пока. Ну и отлично. Скажем, я решил пересмотреть их. Что-то ему от меня надо. Веселиться не место для беседы. Поговорим у меня. Твоих приятелей я освобожу, но из города их пока не выпустят. Ну и ладно. Жду тебя вечером. Приходи, как стемнеет. Раньше я буду занят. Как стемнеет, хорошо. Добро пожаловать во Флотзом, ведьма. Здорово, братан. Подожди, я опять не понимаю. Они правда хотели нас повесить. Я... Я не знаю. Я же не хотел сжигать башню. Все в порядке, Лютик. Идем отсюда. Ты у тебя в долгу, Веньмак. Спасибо тебе. Или там две десанты еще было. А теперь в трактир. Пойдем, Лютик. Выпьешь, полегчает. Рожь бухать. Рожь бухать. Родно расскажешь о местных дравах, ханжестве и распущенности. Так, хорошо. А, да, их тут два. Я думал, они на одной и той же виселице висят. Так, и все пошли бухать. Правильно, я думаю? Так, ну, во-первых, я вижу доску объявлений. Давайте посмотрим. Так, доски объявлений помогут Геральту найти дополнительный источник заработка. Подойдите к доске. Ага. Йорвид, это понятно. Вот это. Заказ на Эндриак. Перед лицом угрозы, кою представляют твари эндриагами, называемыми, и заботясь о жизни благополучия добрых жителей города Флозума, комендант Верна Лоредо, решил назначить награду за уничтожение он их чудовищ. Ладно, я понял. Взять, конечно, взять. Заказ на Накеров. Извещение о помиловании Димитра. Да будет известно всем и каждому, что Бодит Димитр преисполнился Расканима и попросил прощения за все свои страшные злодеяния. Комендант Лоредо, известный своим милосердием, простил разбойнику во вину и разрешил Димитру вернуться в лоно общества. Настоящим отменяются все гончие листы и указы о награде за голову Димитра. Людвиг Мерс, королевский пиродничий. Так, заказ на тролля. Так, тролля найдем. Волосья висят паклей в бороде колтуны. Заходи к плотзамскому цирюльнику. Цирюльник, заебись. Ладно, что ж, будем охотиться. Крап охотиться, конечно, зарабатывать баблишко. Ох, грузись, грузись, грузись. Так, эти бухают, рис, какие-то люди. Меня интересует такой вопрос. Есть ли здесь покер? Трис, побазарим. Я вспомнил погром в Ривии. Разъяренная толпа убивала нелюдей. И паренек с вилами. Больше ничего? Нет. Смерть. Или очень близкие к ней состояния. Я чувствовал, что жизнь уходит из меня. Я была там. Через несколько минут, когда было уже слишком поздно. Не бери в голову. Это только воспоминания. Сейчас у нас есть проблемы поважнее. Что-то мне подсказывает, что вернув память, я найду ответы на многие вопросы. Ну да, конечно. В том числе и на вопрос, что здесь происходит. Как тебе солдаты Роше? Отлично. Кажется, я узнала уже все фекальные шутки на свете. А недавно меня научили, как прорыгать официальный титул императора Нильфгарда, даже не набирая спин. Очень полезно. Кстати, у коротышки 16 детей. Всех их назвали в честь пехотных дивизий Тимерии. А его собственное прозвище не имеет отношения к его росту. Мне очень приятно, что ты спросил. Да? Похоже, настроение у тебя улучшилось. Они мне и правда нравятся. Это славные люди. Один даже признавался мне в любви. Да, я даже не сомневаюсь. Кто этот смельчак? Возможно, даже не один. Секрет. Да ты охуела, что ли меня хоть немного урожает. Ладно, давай. Хувалда. Ты сказал что? Или просто пернул? Если бы я пернул, у тебя бы уши завялены. Кудой Юзван? Веду ты сильный. Поборемся? В смысле? Давай поборемся. Ну, конечно, давай, я все деньги поставлю. Сейчас я тяже поту надеру. Это что такое? Борьба на руках? Ни хера себе. А что делать? А что делать? А что делать? Ой, что-то фпс в этой херне не особо крутое. Так, давай, Геральт. Давай, 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 давай. Хорош, хорош. Больно ты для меня силен. Держи свои деньги. Попробуй потягаться с Яношем жилой. Жила. Давай, где твоя жила? Ты что ли? Со мной не так-то легко справиться. Ты уверен в этом? Ты себя вообще видел? Ты себя вообще видел? Дурачок, давай, бабки на стол. Ну что, во все смотрят. Все наблюдают. Ну что-то новенькое, это не может не радовать. Не-не, жила. Иди покушать что-нибудь. Лесов тебе мало. А ты сильный. Вот твои деньги. Попробуй побороться с Толстым Микелем. С Толстым Микелем. Здесь. Он здесь. Вот это Толстый Микель. Сюда иди. Здоровый ты, леший. Ну так и я не из мелких. Попробуем? А чё бы и нет. Давай попробуем. Давай попробуем. Так, нормальный деньжат подняли. Я думаю, с этим тоже проблем особых не будет. Наверное. Нормально-нормально. Нормально-нормально-нормально. Хорош, Геральт. Разгибали всех. Кого-кого? Тебе силы не занимать. Держи свои деньги. Есть тут еще один. До сих пор, почитай, никто у него не выиграл. Кто такой? Кто? Имя, фамилия, отчество. Баржа. Поищи его в деревне. Баржа, какие у вас говорящие фамилии у всех? Шо пизда. А ты кто? Адан. Да что ж ты делать больше? Понял. Ты кто? Тьфу. Людка. Не вздумай здесь драться. У нас тихое заведение. Да ладно, я даже не собирался. Я за тобой присмотрю. Ну, присмотри. Че у тебя есть? О, а могу я тебе сбагрить всякое говно? Это, наверное, у меня пригодится. Это тоже... Есть тут что-то такое? Мусор, вот. Давай, на тебе кольцо. Целых пять. На всю руку наденешь. Лохмотья, оковы. Оковы тебе явно пригодятся. Сколько это стоит? Шесть. Ну, пойдет. Все, спасибо. Что происходит? Собедание, что происходит? Ты кто? Рад встрече. Я тоже. Что? Ладно. Давайте сначала вниз спустимся, посмотрим, что там. Хм. А потом... Витамат, ты что? Да, я по-моему, матушки. Своим не верю. Я бы отдал тебе кое-что на хранение. Покажи свои товары. Что ты продаешь? Картофель, слива, яблоко. Я понял. Ничего интересного. О, драчка! Себя с ним почтительно. Покажи, что продаешь. Да не все это... Сыры продают какие-то. В земле. Вот это что-то задумал. Мы воистину согрешили. Ибо я не вижу больше смысла в той святыне, которой я поклонялся. Быть может, если боги пошлют тебе удачу, я дам ее тебе в награду. И тебе она пригодится больше, чем мне. О, покер! Покер я люблю. Покер это мое. Давай-ка. Повышает? Окей. Бросайте кости. Как их брать? Ух, ебать, я куда-то выкинул все. Ничего не понял. У меня типа одна улетела. Блядь. Перебросить. Так, ладно. Пока что здесь не особо я понимаю, что происходит. Вы проиграли. Замечательно. Увы. Замечательно. Давай сыграем. Я сначала не понял, что происходит. Да, давай. И что у меня? Вижу сет. Правильно? А нет, это пара. Все, теперь понятно. Так. Сет есть, правильно? Вы проиграли. А что у него? Нихуя у меня сета нет. Ой, ну начинается, начинается. Мне что-то пока что покер в первой части побольше нравился. Так, по-моему, то, что я сейчас выиграл на этом, я все проебу здесь. Что у меня? У меня хуй через плечо. Одна, две пары. Но это нормально. Так, ну тут хотя бы один раунд надо выиграть. Так, давай-ка, фулл хаус. Блядь. Не вышло. Да как проиграли, это шо у него? Каре, ебочий суч. Ладненько, ладненько. Ладненько. Монах, ты шо? Ты шулер? Или кого? Так, не улетай только. Че у меня? У меня пара, да? У меня пара. Перебросить кости. Да, конечно, на полную. Ууу, давай. Давай, Геральт, не подведи. Че там? Че там? Да как только-то проиграли, что у него опять? Фулл хаус. А у меня че? Мят сет. Увы, не похоже, что судьба готова передать. Сейчас все будет. Сейчас все будет. Ну не, ну не, сука. Так, что у него? У него... Пара. У него пара. А я могу вот это перебросить, или что? Ну пиздец. Эээ, блядь. Ладно. Ну я без одной кости, как мне побеждать? У меня сет. Опять проиграл. Как это работает? Увы. Слушай, чувак, ты мне начинаешь кое-кого напоминать. Так, не улетаем, не улетаем. Так, у него... Сет. У меня... Две пары. Ну блин, если у меня сейчас что-то не выпадет, то... Это пизда. Давай фулл хаус, пожалуйста. Чё там? Ну блядь, ну шо такие, ну шо такие? Да как я опять проиграл? У него даже одной кости нету. Сы, блядь. Ну ты меня утомляешь. Ты меня, чувачок, утомляешь уже. Ты что думаешь? Я пока все деньги не проебу, я же не отебу сетил. Так, две пары у меня, правильно? Да. У него что? У него одна, как я вижу. Перебросим. Повышаем. Паротивник сдался, отлично. Получено достижение игроков. Ты удачлив, но в этот раз удача изменила тебе. Увы, судьба, покуда не готова передать тебе мою ножку. Лишь судьба всегда остается в ней. Биван. Так, ну все, давайте кого-нибудь. Они тоже в кости играют? Кого я вижу? Ведьма Геральт? Да, это я. В чем дело? Мой кузын из Вазимы рассказывал, что ты неплохо играешь в кости. Да. Ну играем. А если пройдет весть, что появился хороший игрок, может подтянутся и другие, получше, да и ставки подрастут. Вот если бы пришел Эйнер Гуссель или Прожженный, вот это мастера. Так что, играешь? Давай. Ясное дело. Давай. Вот и славно. Мы тут играем просто так, а вот Циндра вроде как мастер. Кто это, которого... Я с кем попало, не играю. А вот этот? Покажи нам, что ты способен. А там посмотрим. Давайте сыграем. Нихера себе она просто так. У вас тоже ставочки-то есть. Ууу. Ну что? Удача. Что у нас есть? А у нас получается сет. Или что? Ой, стрит. Пять, четыре, три, два, один. Что скажешь? Что скажешь, братан? Вы выиграли. Я выиграл. Ты выиграл. Что? Сыграем? Сыграем. Выиграю этих двоих. Ладно. Чего еще этого выпить? Сыграем? Давай. Давай, ебаню. Ой. Как я неудачно кинул. Блядь, совершенно неудачно. Че у него там? Так, ну у него вот такое. У меня одна пара. Ну давай, давай. Ну нет, куда ты? Кость, костя. Я сенхер. Я проиграл. Ты проиграл. Стой, не уходи далеко. Сыграем? Сейчас разберемся. Так, хорошо. Ох ты ж, ебти же пассатижи. Это мне такое нравится. Оно, давай. Не, ну почти. Я выиграл. Это... Победа. Так, где этот? Зыг, зыг, зыг. Что? С игры? Так что? Давай, давай, играем. Блин, у тебя ставки-то даже не больше, чем у них. А вы ебался. Таааааак. Две пары у меня. У него... У него особо ничего нет. Давай-ка пулхаус. В смысле пасс. Давай в пулхаус. Блин, почти. Ну серьезно, у него пулхаус был. Причем мой бы его даже не перебил. Ты проиграл. Нет. Стоять. Что? Сыг, так что? Стопим. Блин, опять я как-то криво кинул. У меня пара двоек, блядь. У него... У него... Одна пара тоже. Нет, это оставим. Особо не будем боковать. Да ну куда ж ты все время прыгаешь? Ты чё, этот? Ты попрыгунчики какие-то, блядь, они кости. Ты проигра... Я, ты... Они, блядь, резиновые, что ли? Сыг... Собака ты. Чё тут? Сет. У него чё? Ага. Давай корешку. Главное, чтоб ничего не улетело. Эх, сука, не везёт. Вы выиграли. Ну и замечательно. Ты выиграл. Хочешь это? Нет. Попробуй сыграть с цейнором гуселем. Из ремесленной слободы. Если выиграешь у него, может даже прожжённый захочет с тобой силой помериться. Спасибо. Ну, замечательно. Что здесь-то? Кулачные бои, брат. Борт закрыт. Так сколько такая задучишься? Ну я вообще-то чемпион. Хочешь поучаствовать? Конечно, хочу. Какие правила? Участники боёв вносят долю, а победитель забирает всё. Правила боёв. Бей как хочешь, лишь бы противник лёг. На всё? Как всё сложно. Так что, братишка, будешь драться? Буду. Да. Смежак, такой же, как и ты, братец. Для начала пойдёт. Выкладывай денежки. Ну давай, но здесь у меня всё получится, я думаю. Я готов. Минздари, танцы начинаются. Так, ну чё, кого там отпиздить? Ох, но-но-но-но-но-но-но. Хорошо. Вхац, вхац. Да всё, сдавайся. У тебя нету шансов. Всё? Лежи. Да лежи, ты не вставай. Снизу. Хорошо. Ты когда-нибудь ляжешь или нет? Нормально, заколотили ещё одного. Скоро целая коллекция гвоздей будет. И хотел бы я быть твоим врагом. Ещё есть кто-нибудь? Всё, брат. Будем биться дальше. Ну конечно. Да скажи только с кем. На из жоп по прозванию задник. Кто? На из жоп? Он всё делает на из жоп. То есть задом наперёд. Спит днём. Сперва пьёт, а потом заедает. А бабам перед тем, как их трахнуть, велит одеться. Ну да, странный типочек. На из жоп. Покажи арены. И как? Так, вставочки повышаются. Я готов. Минздари. Танцы начинаются. Ничего себе ты. Ай. Ничего себе здоровый. Полегче, полегче. Братан, братан, полегче. Блин, я не туда. Ебалу, меня кидает, как эту, как тряпку половую. Так, нормально, я собрал, собрал, собрался. Танцуем, геральт. Туда-сюда, туда-сюда, давай. Всё, лежать. Эй, мастер! Йоу. Что такое? Хорошего бойца, издалека видать. Тебе нужна серьёзная драка, а не возня с этой пьяной голытьбой. Я знаю, что говорю, уж поверь мне. А ты серьёзно дракуешь, халю? Я тебя не знаю. Меня называют король Зиги, потому что я всегда плачу по-королевски. Король Зиги. Каждый вечер я стою у корчмы. Если захочешь отведать славой настоящих денег, только скажи, и я отведу тебя в правильное место. В правильное место? Это ж екипоэзия. Ага. Что, брат? Будем биться дальше? Сколько можно-то уже? Ну, давай только с кем. Я знал, что вы друг друга найдёте. А кто он такой? Малыш Дода. Этот сыщенок шрёзднёт прямо из улья. Водку хлещет за четверых. А кое-кто поговаривает, что он нахер полное ведро вешал. Лучше приготовь небольшой мешок. Ладно. Давай. Посмотрим на вашу. Я готов. Берзари! Танцы начинаются! Ух ты, жир трест. Двень ему снизу! Ну, давай, ты драться-то будешь, что вообще нет? А всё, ложись, не вставай больше никогда. Можешь идти, если бёдра нахер вешать. Не пропустись, Лена! Бэм! Заколозёр. Подожди, четыре соперника и ещё один. Не хотел бы я быть твоим врагом. Поздравляю! Ой, ладно. Ты на билборды отъявленным забияком. Хорошая работа. Урнир окончен. А всё, турнир окончен. Побеждённый, наверное, найти Бартоломея, Барпы и побороться с ним. Подожди. А, я понял. Один на один флотзом. Хорошо, с этим покончили. Закончили, закончили. Кто это сказал? Кто это сказал сейчас? Кто меня нанять не хотел? Ну что, Сидоро? Ладно, пусть. А, ну пойдём поговорим с ребятами нашими. У него может быть. Ужалишь, чтобы меня. Меня правда чуть не... Трактирщик, водки! Что меня в ши заели? Са кампания в заборе. Ты выглядишь очаровательно. Ну, только бледновато чутка. Чародейство бывает утомительным. Но уже всё хорошо. Рада тебя видеть, Бородач. Бородач. Что здесь вообще происходит? Месяц тому назад вы собирались ехать на свадьбу Золтана. Всё похерилось. Свадьбы не будет. А фольтости, слышали? Слухи мчатся быстрее ветра. Я хотел бы знать правду. А ветра и сплетни мне до одного места. Как погиб фольтост? Правда, что там был дракон? И кто теперь правит Тимерии? Тише, Лютик. А то подавишься. Да. А в натуре, Трис, расскажи, я не хочу балаболить слишком долго. Ты у нас эксперт. Страна всё больше погружается в хаос. Древние семейства начали открытую борьбу за власть. Ммм, барон Кимбольд и граф Мородей. Да, они и сам. В том числе, после убийства, пока Геральт сидел в тюрьме, влиятельные магнаты собрались на поле недалеко от замка Лавалетов, чтобы выбрать нового правителя. Продолжалось это три дня и напоминало скорее базар, чем дворянское собрание. Только торговали там конторами, должностями, сферами влияния и привилегиями. Так. Люди. Было несколько поединков. Двоих отравили, а короля так и не выбрали. Мы были на волосок от гражданской войны. Ладно, хватит политики. В натуре, хорош. Убийца ждал фольтеста в башне, где Лавалетты укрыли детей. И он отлично знал, что делает. Ммм, а ты как там оказался? В смысле? Я охранял короля. После первого покушения фольтест начал считать меня чем-то вроде живого талисмана. Приказал быть рядом во время битвы. Дракон отрезал нас от остальных войск. Убийца прикинулся монахом, к тому же слепым. Он позволил королю встретиться с детьми, подождал пока я отойду, и перерезал ему горло от уха до уха. Как он ушел? Печально. Баку. Глазокна в реку, а там его ждали с Каэтаэлей и Йорлита. Все было продумано и подготовлено. И поэтому ты гонишься за ним? Из-за того, что он убил короля? В убийстве обвинили меня. Я должен снять с себя подозрения. Кроме того, я успел заглянуть ему в глаза, прежде чем он сбежал. Да, ведьмачина. Это был ведьмак. А потом появились бравые эти мерзкие стражники, а я получил по голове и отключился. Что происходит? Люди, спасайтесь, а кто может? Чудяще идет! Ох, чародейка! Ты кто? Неплохо она сжахнула. Что ж ты за чародейка? Я с тебя спрашиваю. Слышишь, с чего тебе люди гутарят? Чего ж ты ему не помогла? Он же жив. Да, помогла же. Чудяще его едва под воду не утянуло. А ты только мы знай, пялилась, как баран на сраные ворота. Попридержи язык. Ну ладно, где чудовище? Вон где я, спрашивайте! Геральт? Значит, мы знакомы. Конечно, да ты всех чародеев, походу, знаешь, верно. Ворону глаз не выклеить. Скажем так, я много о тебе слышала. Да, вот она что. Зосика нашего чудища едва на дно не уволокну, а вы теперь чей языком трепать будете. Так, найми меня. Зосик жив, на дно не спешит. А вот чудище вашего что-то не видать. Ты к нам лучше с уважением. Уйди, уйди, уйди. И от тебя никакого следа не останется. Так, давай-ка. Я уже устала твоей болтовни. Убирайся отсюда. Вот так всегда. Простым человеком каждый раз нужно вытереть. Пошли, мужики. Тьфу ты. Прошу прощения, что помешал. Меня зовут Людвиг Мерс. Я занимаюсь вопросами чудовища во флотове. Не, ну ты там мне, конечно, нужен. Почему хотел бы спросить, не возьмётесь ли вы решить проблему так называемого Кейрена? Чудище, которое перекрыло всю торговлю на реке. Почему бы и нет? Ну так что, ведьмак, будем работать вместе? Обычно я работаю один. Я появилась здесь раньше тебя и отказываться от работы не собираюсь. Рыбка или пипка, как говорят местные. Ладно, я согласен. По вопросам награды прошу обращаться к купцам в доках. Госпожа Детонсервиль, как мне кажется, уже провела предварительные переговоры. Да я не сомневаюсь даже. В таком случае, не смей более вам мешать. Всё, окей, алрайт, пока, гудбай. До встречи. Трис, когда ты, наконец, меня представишь? Шаала Детонсервиль, советница королевы Зулейки из Ковера. Ковер же далеко на севере. Да, в натуре, что ты тут делаешь? У меня были сомнения, стоит ли Кейрон такого путешествия. Но, увидев его сегодня, я окончательно убедилась, что стоит. Хм, ты приехала сюда за ингредиентами? Трис, Меригольд. Догадливо, как всегда. Ты имеешь в виду... Глаза тролля, яд гуля, кровь девственницы. Кровь девственницы. Все эти отвратительные субстанции и органы, которые мы получаем из вымирающих видов. И бросаем в котел во время шабашей. Ну, понятно. Так ведь, Трис. О, да. Девственницы, вид на грани вымирания. Очень смешно, Трис. Ну, хватит шуток. Геральт, ты видел щупальца? Что ты об этом думаешь? Тварь, наверное, огромная. Жила себе в каком-то притоке Понтера, охотилась. Потом подросла и стала искать новые источники пропитания. И открыла для себя вкусные барки, полные жирных купцов. Седрик говорит, что Кейрон пришел сюда из Северных болот с месяц тому назад. Седрик? Эльф. Что есть Седрик? Бывший склята Эль. Странный тип. Но неплохо знает окрестные леса и все, что их населяет. Мне надо осмотреться, кое-что разузнать. Проведешь пару тайных ведьмачьих ритуалов? Обязательно. Вроде того. Поговорю с купцами о награде, навещу Седрика и дам тебе знать. Я буду в трактире. Я сняла комнату наверху. Но я к тебе загляну. Там бордель. Спасибо, что предупредила. Два в одном. На этом закончим серию. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Все ссылки в описании. Спасибо за просмотр. Спасибо за просмотр.